Видео представлено сайтом online-gdz.net Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание из учебника математика 5 класс Никольский, номер 891. Сократите дробь. Итак, запишем дробь под буквой А. Дробь у нас произведение. В числителе у нас 7 на 8 и в знаменателе 4 на 15. Конечно, мы можем с вами умножить это все, произведение в числителе, произведение в знаменателе, потом искать общий множитель, но я думаю, не просто так нам дано именно произведение. Почему нам не написали сразу число? Умножать мы с вами и так уже умеем. Здесь есть именно секрет заложен того, чтобы быстро и легко посчитать. То есть, какие-то из множителей, числителя и знаменателя мы можем сократить сразу. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. 7 – это у нас простое число. В знаменателе у нас нету семерки, значит, семерку мы точно не трогаем. У нас есть восьмерка, но в знаменателе нет восьмерки, есть четверка. 8 точно делится на 4. То есть, мы с вами понимаем, что данную дробь на 4 мы точно можем сократить. То есть, мы можем записать как 7, умноженное на 4 и умноженное на 2. И у нас уже появляется с вами общий множитель 4. Если взять 15, 15 мы можем разложить только на 5, умноженное на 3. И общих больше множителей у числителя со знаменателем не будет, только четверочка. Мы сокращаем четверочку. И что у нас остается? Остается 7, умноженное на 2. И в знаменателе остается 15. 7 на 2 – это 14, 15. Вот так легко решается это задание. То есть, не нужно нам высчитывать, рассчитывать. Сократили и получили. Записываем дробь под буквой B. Давайте смотреть, на что мы можем сократить. Смотрите, 6 и 30 точно сразу сокращаются. То есть, 6 мы здесь оставим. А 30 мы можем расписать как 6, умноженное на 5. 5, да, смотрите, мы можем 15 также с вами расписать как 5, умноженное на 3. Да, вот это у нас 15 на 6. Это у нас 30. Вот это у нас 15 мы расписали. Да, вот это мы расписали с вами 30. А также мы можем расписать и 18, потому что у нас шестерочка есть в числителе. Можем расписать как 6 умноженное на 3 Можем? Можем Теперь давайте смотреть, что мы можем сократить Итак, в числителе 6 и в знаменателе 6 Пятерочка в числителе, пятерочка в знаменателе Я предлагаю, наверное, шестерочки, чтобы нам не путаться Вот эти первые 6 и 6 То есть это нет разницы, какую из шестерок мы с вами зачеркнем Дальше пятерочки сокращаются и также троечки сокращаются Так, кажется, что в числителе ничего не осталось На самом деле осталась единица, потому что на единицу мы можем умножать сколько угодно раз То есть, конечно же, у нас остается единица И внизу у нас остается шестерочка Итак, мы получили одну шестую Дробь под буквой В Итак, что здесь мы можем разложить? Мы видим, 27 делится на 9 Точно уже 27 будем раскладывать на 9 умноженное на 3 Можем ли мы что-то сделать с восьмеркой и шестеркой? Да, они сокращаются на 2 То есть мы разложим, что 8 это 2 умноженное на 4 Здесь девятку так и оставляем А 6 это 2 умноженное на 3 Теперь сокращаем общие множители Так, в числителе двоечка и в знаменателе двоечка Четверочки у нас нету В числителе девяточка и в знаменателе тоже девяточка Так, и что у нас осталось? У нас осталось 4 девятых Отлично Следующая дробь Итак, 35 и 30 по признаку делимости на 5 Мы точно по 5 можем разложить Если число заканчивается на 5 и на 0 То оно делится на 5 Итак, 35 мы можем разложить, что это 5 умноженное на 7 А 30 это 6 умноженное на 5 Ну или 5 на 6 давайте записываем, чтобы удобнее было Да, вот таким образом Так, смотрим на 42 и на 49 Мы видим, что это числа из таблицы умножения на 7 То есть мы можем сказать, что это 42 это 6 умноженное на 7 А 49 это 7 умноженное на 7 Да, то есть видим вот это Вот это мы разложили То есть каждое число мы разложили с вами И теперь можем сокращать 5 и 5 сокращается 6 и 6 сокращается 7 и 7 сокращается 7 и 7 То есть в итоге у нас получается числитель равен знаменателю Я даже не буду ставить эти сокращения Да, мы с вами видим, что одинаковое Получаются одинаковые множители в числителе и знаменателе А мы знаем, что дробь вида, когда числитель равен знаменателю Всегда равняется единице Итак, то есть это будет единичка Дробь под буквой D Итак, смотрим, что у нас здесь Снова-таки по признаку делимости на 5 Мы видим 45 и 40 делятся точно на 5 А 18 и 27 точно делятся на 9 Да, это числа из таблицы умножения на 9 Вот почему так важно знать таблицу Потому что тогда мы сразу видим, откуда данное число Итак, 18 мы, значит, разложим Что это 9 умноженное на 2 45 это 9 умноженное на 5 Дальше знаменатели 40 это 8 умноженное на 5 А 27 это 9 умноженное на 3 Равно Давайте я не буду зачеркивать, чтобы нам было виднее все-таки Какие числа мы сокращаем Но я буду над ними и под ними ставить просто галочки Итак, 9 здесь и 9 здесь сокращаются Двоечки нету, девяточки нету И пятерочка есть здесь И пятерочка есть здесь Но еще, смотрите, 8 у нас делится на 2 То есть 8 на самом деле Мы можем еще записать, что это 4 умноженное на 2 Давайте я вот здесь тоже восьмерочку эту распишу Хотя нет, смотрите, 9 у нас тоже делится на 3 Которая осталась в числителе 9, в знаменателе 3 Поэтому мы с вами будем просто работать дальше Что мы сделаем? У нас осталось, давайте запишем 2 на 9 И 8 на 3 Все остальное мы сократили И здесь у нас будет 2 на 3 и на 3 Мы можем записать 8 это 2 на 4 и на 3 Итак, 2 и 2 у нас сокращаются 3 и 3 у нас сокращаются В итоге у нас остается В числителе троечка В знаменателе четверочка 3 четвертых Следующая дробь под буквой Е Итак, я в других примерах немножко Не видно из-за того, что мы сокращали Не видно, какие там числа, поэтому я поставила там просто галочки Чтобы все было видно и все понятно Итак, новая дробь 63 на 56, 49 на 45 Опять-таки смотрим по таблице умножения, что мы видим Мы видим, что у нас 63 и 45 есть в таблице умножения на 9 То есть 63 мы можем заменить Это как 9 умноженное на 7 А 45 у нас будет 9 умноженное на 5 И девяточки у нас сразу будут сокращаться 9 и 5 Дальше 49 и 56 есть в таблице умножения у нас на 7 56 это у нас 7 на 8 А 49 это 7 на 7 Итак, теперь мы можем сократить любые из этих семерок Их две, и мы их две сокращаем То есть это все сократится и останется только 8 пятых Вот такая страшная дробь с такими страшными произведениями Мы их просто сокращаем, ничего, грубо говоря, не умножаем И получаем 8 пятых Скажите, правда, классно пользоваться вот такими вот законами математики Такими правилами То, что вот нам, скажем так, облегчит задачу Так, следующая дробь немножко уже посложней Там уже произведение из трех чисел Стоит у нас в числителе, но этого не нужно бояться Мы видим самое страшное число, наверное, 120 Но если мы посмотрим, что в числителе есть 12 Мы знаем, что 120 можно разделить на 12 Разложить на 12, умноженное на 10 Так, 13 у нас простое число, но 26 делится на 13 То есть мы запишем с вами 12 мы так и оставим 15 мы тоже пока трогать не будем Нам не с чего его 3 и 5, допустим, если мы разложим Нет у нас таких пока Не видим мы этих множителей 26 это у нас 2 на 13 Так, и дальше у нас будет 13 А 120 это 12 на 10 Итак, давайте смотреть У нас есть 12 и 12 У нас есть 13 и 13 Хорошо Что у нас есть еще? У нас остается 15 на 2 и 10 Но 10 мы можем разложить на 2 и 5 Тогда раз появляется пятерочка То и 15 мы можем разложить на 3 и 5 3 и 5 Двоечку так мы и оставляем А здесь у нас 2 и 5 Мы видим, что 5 и 2 сокращаются 2 и 5 сокращаются Остается Ну, понятно, 0 не остается Всегда мы можем поставить умножить на 1 И единица всегда у нас остается Мы можем хоть и 100 и 1000 поставить От тех единиц ничего не изменится То есть, конечно, у нас не 0 там остается А 3 первых А 3 первых это просто троечка И последнее задание З Так, снова смотрим на наше произведение 48 у нас есть 48, кстати, делится на 16 Это будет 16 на 3 Есть пятерочка Мы можем с тридцаткой ее Тридцатка это у нас 6 умноженное на 5 Так Пятерочку мы так и оставляем И 12 тогда будем смотреть 12 и 8 На сколько сокращается? На 4 12 это 3 на 4 Итак, 16 мы здесь оставили 8 это у нас 2 на 4 Итак, отмечаем, что будем сокращать 16 мы сократим Троечки нету в знаменателе Так, пятерочка есть и там и там Троечки снова нету Есть четверочка Итак, остается 3 на 3 И 6 на 2 Но 6 это у нас 3 умноженное на 2 На самом деле, да? То есть, у нас осталось 3 на 3 6 на 2 Да, можно было бы уже легко посчитать Но поскольку у нас задача стоит сократить То мы ничего не умножаем А только сокращаем Ну, умножаем только в том случае Если уже нечего сокращать Итак, 6 это у нас 3 умноженное на 2 И еще двоечка То есть, опять-таки, троечки у нас сокращаются И тогда остается уже 3 четвертых Вот это и будет наш ответ На этом задание мы с вами решили Если вам понравилось наше видео Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Если остались вопросы, комментарии или предложения Оставляйте их под этим видео А я с вами прощаюсь До следующего задания Субтитры сделал DimaTorzok